так хорошо всем здрасте видимо у вас будет опция сидеть напротив меня или напротив экрана вот в том смысле что мне придется вот делать вот так вот так уж устроена здешняя аудитория у нас с вами начинается спецкурс который никак не анонсировал в паблике кроме того что написал сегодня объявление на сайте который называется совместная разработка на python циферку 3 можно уже опускать потому что никакого поэтому больше нету по крайней мере в очередной раз больше нет структура этого курса примерно такая мы будем с вами продолжать как в прошлом году изучать вот в данном с гид и вообще технологии совместного взаимодействия собственно о чем по идее должен быть этот курс но понятное дело что делать курс исключительно вот по поводу совместной разработки вот как таковой это немножко неправильно в том смысле что это чистая практика в которой в общем не так уж много теории прямо скажем вот поэтому мы немножко поизучаем чего-нибудь из питончика по возможности в этом году вот год назад это было была одна из самых старых оконных библиотек который называется такая интер вас она правда реально старая там много интересного в ней на придумано такого чего потом на что потом все забивали но много и странно вот почему я ее выбрал потому что такая интер идет вместе с питоном прямо в базовой поставки то есть если вы ставите питон за исключением некоторых дистрибутивов где от питона от оторван графический интерфейс в принципе чтобы можно было питон без графики вот но тогда вы просто ставите питон и такая интер и сразу все есть вот значит то есть первое что это его легко поставить второе везде есть третье он достаточно простой в освоении но вот мы с вами увидим что если кто-то из вас еще не писал как это называется приложение с виджетами да с кнопочками менюшками всем остальным мы с вами увидим что на самом деле написание такой приложение внезапно выжирает дикое количество кода то в том смысле что каждую кнопочку нужно обмазать настройками этими самыми реакциями на события и все остальное вот значит первую половину семестра мы с вами будем изучать ну как изучать тыкой палочкой тыкать палочкой в это самый т.к. и тыкать палочкой в гид в смысле его совместного использования как вместе вести проект как значит организовывать взаимодействие ну так же где-то посреди семестра условно говоря средине марта не знаю может быть ближе к 1 апреля мы должны будем выбрать каждый себе индивидуально это самое задание семестрова причем не каждый себя разбиться на группы вот на команды и каждая команда будет что-то такое пилить идея стоит в том чтобы предоставить в качестве отчета нормальный гид репозиторий с более-менее нормальный и вот с более-менее более-менее равноправным участием всех участников команд процессе вот и под конец устроить такую защиту то есть значит вот мы туда мы приходим собираемся и там в течение 7 минут показываем чем такое новое вот моя задача как преподавателя посмотреть насколько в этом вашем учебном проекте будут отражены темы второй половины нашего семестра а именно документация тестирования интернациализации и какой-то дипломент вот какое-то превращение вашего вашей программы скажем пакет петоновский ну вот а что-то такое колесо петоновское вот а ваша задача расскажу колесо вот по вашей задачи соответственно сделать так чтобы когда вы будете про это рассказывать вам не был стыд вот собственно и все на этом наш семестр и закончится его при этом совершенно необязательно делать этот проект прямо по той схеме которую у нас будет у нас будет здесь потому что понятное дело моя задача не рассказать вам про тк-интер хотя на мой взгляд это довольно интересно да а более или менее заценить насколько вы способны к этой самой командной разработки насколько вы знаете и питон как инструментарий поэтому если у вас есть кит сторонний проект в котором что-то и без того уже делать тем более в команде да значит мне только нужно чтобы этих проектах была документация тестовое покрытие перевод интернациализации и какая-то процедура дипломента все остальное на ваше усмотрение то есть если вы сами себе выбрать проект это будет лучше чем если вы заставить меня это делать вот такие вот дела до вышеперечисленные вещи там должны уже быть или даже они должны появиться в конце или быть в модуле которые они должны боевиться смотрите да я понял если вы делаете если вы участвуете в каком-то большом проекте или сами делаете какой-то большой пафосный проект понятное дело что весь его перевести вы не сможете там должно быть как это правильно сказать нитки там должно быть это применено да понятное дело что если проект большой толку полный тестовое покрытие невозможно значит вы берете кусочек и его обмазывайте тесты понятное дело что полный интернациализация интернациализация это довольно долгий процесс вы берете опять-таки кусочек и его обмазывать обмазывайте переводами до внутренней документировании на сайте вы рассказываете о том что собственно вы лично сделали или или что вы сделали с командой если повторяет правило в прошлом году мы использовать для этой цели гитхаб в этом году скорее всего мы попробуем использовать факультетский гитлаб если что-то не пойдет не так мы переключимся на гитлаб вот ну в общем это без особой разницы на самом деле потому что свободный проект такие дела если вы помните по материалам попу прошлого брака факультетский гитлаб хорош тем что там у всех есть аккаунт если вас вообще есть аккаунт в домене практику да у вас есть аккаунт в гитлабе который факультетский вот такие дела вот собственно коротенький план курс который нам предстоит вот значит сейчас я попробую что-нибудь рассказать про по про вводную лекцию про то про питончик и про но снова про питончик вот я говорю попробую потому что я эту машину вот тут страшно только что оживил и и не факт что тут есть софт достаточно свежий ну его значит самое первое и главное что стоит рассказать про питончик про питончик плохо слово такой про питончик так вот самое первое главное что стоит рассказать про питончик это что это а это почему мы вообще имеем возможность почему мы вообще имеем возможность действует как программист и как разработчик да не как программы как разработчики приложений действия такой схеме поставил питон насосал модулей написал приложение, возможно, где-то между ними обмазал склейку, возможно, доработал модуль, потому что оказалось, что он умеет не все, и засунул туда еще свою логику в те места, ну, понятно, обычно модули все-таки это какие-то штуки интерфейсные или реализующие алгоритмы, нам вам нужно вашу собственную задачу решить. Все это абсолютно возможно, в первую очередь, в силу свободного лицензирования как питона, так и того количества огромного модуля, который к нему в данный момент имеется, которым народ пользуется. Касаемо свободных лицензий, слишком долго распространяться не буду, потому что это тема другого курса, но, тем не менее, где-то здесь должна быть ссылка на… Ну, должна быть же, правда? Вот. Сам питон лицензируется под такой вот специальной лицензией, которая называется Python License. ВАЗ. Это… А, да, вот он. Вот. Это, если мне не изменяет память, полностью свободная лицензия, совместимая с… Ну, во-первых, она доказана, что она open-source, вот, совместимая, оси approval, что называется, а во-вторых, она совместимая с GPI, вот. То есть код, который вы распространяете под Python License, можно перераспространить под GPI. Вот. Значит, для тех, кто совсем не в теме, просто сошлюсь на какой-нибудь из… На какой-нибудь из… Ну, это что такое? Да елки-палки. А к чему он переключается, расскажите мне? Вон там, внизу кнопочка. Ну, внизу кнопочка-то есть. Ща мы его так вот сделаем. С тобой. А, ты что, главное, внизу кнопочка, ее надо нажать сначала, да? О, я нашел. Я… На этой клавиатуре есть кнопка «Рус-Лад». И при нажатии на нее, знаете, что происходит? Переключение языка. Идиодик мигает. Идиодик мигает. Короче, капитан очевидности. Всего 9000, а он твоя. Да. Это Санновская клавиатура, всего 9000, а она ваша. Так, как там? Еще 400 везер, да, и золотая кличка у вас в кармане. Да, значит… Ща попробую найти слово «копилефт». Вот здесь вот. Так вот, ну не здесь, а здесь. Где тут можно такое найти? Короче говоря, как видите, у нас на сайте дофига упоминаний слов «копилефт». Сейчас расскажу чуть-чуть про это. Я просто хочу… Вот. Вот это старое. Вот давайте попробуем вот здесь вот. Вот здесь вот найти. Нет, здесь все плохо. Эх. Это прям конспект. Ну вот, кстати, неплохой конспект. Не знаю, кто его сделал. Давайте посмотрим, кстати, кто его сделал. А, некто Аслан Ашабоков. Смотрите. Вот дословная запись лекций, которую я читал на тему свободного лицензирования. Речь идет вот о чем. О том, что свободное… Именно свободное программное обеспечение. Свободное как свободное, а не свободное как бесплатное. Вот. Согласно идеологу всего этого безобразия, Эйчарду Столману, соответствующая лицензия свободная должна включать 4 пункта. Пункт, который вам без всяких ограничений предоставляет право пользоваться этим софтом. Пункт, который вам безо всяких ограничений представляет право изучать, как этот софт устроен и вносить в него изменения. В нашей реальности это соответствует доступу к исходным кодам. Вообще говоря, не всегда. Есть такие среды проектирования, где исходных кодов как таковых нет. А есть прямо объекты, загруженные внутрь этих самых сред. Но это редкость. Право распространять копии. То есть, опять-таки, безо всяких ограничений свободная лицензия позволяет вам брать и распространять дальше то, что вы получили под свободной лицензией. И, наконец, главная фишка, из-за которой вообще возможен какой-то бизнес, связанный с свободным софтом, это право распространения, опять-таки, без каких-либо ограничений, измененных версий программы. То есть, идея стоит в том, что вы берете некоторый программный продукт под свободной лицензией, вносите туда свои изменения, распространяете его дальше, и ничего вам за это не будет. Скорее наоборот. Потому что, как правило, производители софта с свободными лицензиями заинтересованы в том, чтобы их поделие как можно шире распространялось по миру. Потому что, чем больше распространения, тем больше шансов, что кто-то примет участие в этом процессе и будет помогать в этой разработке. Вот. Вот четыре пункта. Эти четыре пункта описывают в целом свободную лицензию, и лицензия на питон ей соответствует. Вот. И в такой форме лицензия называется разрешительной или перемиссивной. Пермиссивной. Вот. Идея состоит в том, что с кодом, который вы получили под такой лицензией, можно делать вообще что угодно. Например, делать его несвободно. То есть вам разрешается его распространять, но при этом никаких оговорок, на каких условиях вы дальше распространяете код, измененный, например, не делается. Вот. В случае примиссивных... Мы знаем довольно много примиссивных лицензий. Самая громкая из них это везде. Она же бегает, она же забыл что, но не важно. Вот. И есть довольно много кода, распространяющихся под примиссивными лицензиями. В частности, лицензия на питон тоже примиссивные. Вот. Если мне не изменяет память. Могу соврать, но кажется, это так. Чтобы закрыть тему со свободным лицензированием, она нам так или иначе понадобится. Скажу, что еще более популярно, чем свободные лицензии, в смысле, свободные разрешительные лицензии, являются свободные капиллефтные лицензии. Капиллефт – это как раз то самое слово, которое я искал по сайту. И это дополнительная пятая клауза к четырем клаузам свободных лицензий, которая состоит в том, что если вы получили на руки код под некоторые лицензии, возможно, внесли туда изменения, а возможно и нет, то вы имеете право распространять этот код дальше на условиях не худших, чем те, которые вы получили на руки. То есть самый простой способ – сохранить лицензию. Получили под свободной лицензией 4 пункта плюс капиллефт, распространяете под той же самой лицензией 4 пункта плюс капиллефт. Да? Вот. Все это, разумеется, я не хотел нажимать на эту кнопочку, все это, разумеется, не относится к каким-то ограничениям связанным с действующим государством законом, например, нельзя разглашать гостайну, вам никакая свободная лицензия не позволяет разглашать гостайну, и так дальше. Это все речь идет именно о том, как вы распоряжаетесь правами собственности на исходный код. Такие вот дела. Значит, 4 пункта свободной лицензии плюс 5 пункт капиллефт, есть лицензия капиллефт. Вот. Капиллефт на лицензию, долгое время с ней всевозможные мировые корпорации боролись, потому что она как бы вирусная, если код выпущен капиллефтом, его уже нельзя закрыть совсем. Вот. Потом плюнули на это дело, потому что, ну, потому что потому. Вот. Хотя, подавляющее большинство свободного кода, который изготавливается большими корпорациями, тем же Microsoft, например, Microsoft в последнее время очень много делают в этом плане, например, он владелец GitHub. Вот. Подавляющее большинство софта, которые изготавливаются корпорациями свободного, распространяются под примиссивными лицензиями. Им так удобнее. Им не нужно заморачиваться взаимоотношениями между собой и собой. Вот. Подавляющее большинство софта, которые разрабатываются индивидуалами с целью организации какого-то бизнеса, распространяются под капиллефтные лицензии, потому что мы тем самым вынуждаем, ну, скажем так, не вполне добросовестных наших коллег к сотрудничеству. Если все равно нельзя утаить, скажем так, нельзя распространять те изменения, которые ты внес, их заранее скрывая, ну, значит, можно не скрываться. Вот как-то так. Вот. Почему я эту тему с капиллефтом вспомнил? Потому что сам Python, как мы с вами помним, распространяется с базовым набором модулей. Как я уже говорил, в случае, если это прям дистрибутив Python, то этот базовый набор будет полный, а если это часть дистрибутива Linux, то, скорее всего, он напилен на несколько кусочков, минимум два, с графика и без графики. Вот. И в этом наборе модулей этих модулей порядка двухсот. Ну, может быть, сейчас чуть поменьше. Вот. Среди них встречаются и очень полезные. У нас было в последней лекции прошлого семестра такой очень-очень беглый обзор вот этого безобразия. И совершеннейшие легоси. Вот. Я все время вспоминаю. Вот. Какие-то вот такие штуки. Или там где-то был где-то был модуль для манипуляции звуком на сановских спаках. Ну, просто вот как бы такое было когда-то написано. Выкидывать этого, значит, нарушать обратную совместимость. Бла-бла-бла. И там оно тут залит. Вот. Но в основном, в основном, это модули, конечно, полезны. Вот. Этих модулей порядка двухсот. Они все распространяются, разумеется, под той же лицензией, под которой Python. Вот. Под его свободной лицензией. Но главная фишка, разумеется, не в этих модулях, а в тех, которые лежат на сайте Python.px.indexe. Это не Python.px.indexe. Вот. Коих на сегодняшний день 218 с половиной тысяч штук. Тысяч. 218 с половиной тысяч программных продуктов, которые реализуют какую-то функциональность, функциональное дополнение к Python. По 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 тематикам. Возможно, в этой колонке к чему они посвящены. И они могут посвящены ну совершенно чему угодно. Важно заметить, что все эти расширения для Python, которые публикуются на сайте Python.px.indexe, во-первых, люди не поленились, заполнили формуляр и такой и свой код опубликовали. То есть, эти проекты можно считать живыми. Особенно после того, как сайт Python переформатировался и поудалял все то, все те проекты, которые туда не влезли, потому что они были плохо оформлены и робот их не смог сконвертировать. То есть, все эти проекты можно считать условно живыми. И все они распространяются под свободной лицензией. Либо разрешительной, либо копиректорной. То есть, вы можете использовать это все совершенно безо всякого задней мысли. Единственное, что, проверьте, действительно этот модуль делает то, что вам нужно или нет. Вот. Значит, возможно, ближе к серединке мы устроим какой-нибудь разговор по тому, как отличить хороший модуль от плохого, вот, ну вот, я ткнул в первый попавшийся. Это не очень хороший модуль, потому что человек не запомнил формуляр до конца, он только обубликовал код. Вот. Домашняя страница у него, догадайтесь, где с одного раза. А, это плохой модуль. Вот, он уже умел. Домашняя страница на гитхабе отсутствует. Интересно, интересно. почему он вообще попал в нью-релизы. Ведь мы человек зарелизовал, а потом дропнул это дело. Не, ну, здесь трейдинг-проект понятно, да? В левой колоночке вы увидите проекты, которые активно развиваются и активно обновляют свою информацию на пы-пы. Неудивительно, что гитхаб источен фор фласк, то есть, это когда вы пишете на фласке, чтобы можно было туда сзади привинтить его к гитхабу и ходить к гитхабу за каким-то, ну, например, за базой данных еще за чем-нибудь. Да. Ну, в общем, а это, я так понимаю, Amazon. Common Line к Amazon. S3, это же Amazon, Amazon сервис. Ну, вот, Common Line к Amazon сервису. На питоне написано. Да, ну, вот, я понимаю. Короче, тоже слева. Тоже справа, видите, мы поткнули и попали в неработе. А вот это что такое? Это какая-то очень простая, это буквально один файл должен быть. Просто с пекису. Ну, очень интересно. Ну, короче, они все очень разные. Бывают толстенные, бывают десятистрочники. идея состоит в том, что любой человек, который считает, что он решил некоторую подзадачу, может эту подзадачу оформить как питонный модуль, опубликовать тут. В большинстве случаев, если это более-менее разумный пакет, у него есть, нету, ну, вот у него, видите, есть собственный, собственный пакет прямо на самом, на самом пупи. Короче, если это более-менее разумный пакет, то у него, скорее всего, есть еще и документация на Read the Docs, вот, которая автоматически туда приезжает. Мы попробуем немножко поговорить на эту тему, если успеем. Вот, у него, скорее всего, есть нормальный обстрим на GitHub или где-нибудь в таком месте. Вот, ну, в общем, даже не обязательно делать свой собственный сайт. У вас есть код, у вас есть документация, у вас в этой документации вполне могут лежать примеры использования, зачем делать какую-то отдельную сайт. Такие дела. Вот, значит, вот запомним это число, 218 тысяч, когда мы в следующий раз заглянем на эту страничку, их будет больше, я ворую. Когда мы уходили, был, по-моему, просто 200. Да, в прошлом году, в конце, было 200 с копеечкой. 200, да? Да. Такие дела. Вот, еще раз повторяю, это те, которые так или иначе живые, хотя вот мы видели только что не очень живые. Но человек в какой-то момент, да, 5, поэт, на 3 компаний. И тут опять вот, Wi-Fi пасло. Ладно. Что, мне тоже так кажется. Ну, короче, короче, Значит, мне кажется, что мы в прошлом году эту штуку уже смотрели. Штука называется «Модуль Верх». Ну вот, есть такая прекрасная, да, значит, не будем начинать с конца. Значит, для того, чтобы вести свою разработку с использованием каких-то еще пакетов питоновских, у вас есть два пути. Путь первый, понаставить этих пакетов просто в кост-систему и с ними работать. А проблема этого пути, оно, это довольно простой путь, сейчас я его продемонстрирую, но проблема его следующая. Предположим, у вас в кост-системе стоит 100-500 каких-то питонных модулей, которые вам были нужны, не были нужны, случайно поставились, поставились по зависимости и так дальше. Какие из них ваш проект используют, а какие нет? Неизвестно. Часть из них может быть системными пакетами, которые приходят вместе с питоном и поэтому зависимость на них можно не отслеживать, а часть из них может совершенно случайно стоять в нашем пакете. То есть, хорошая схема состоит в том, чтобы, когда вы уже готовитесь к какому-то хотя бы стартовому релизу, определить зависимости, какие конкретно пакеты, какие конкретно модули для вашего питона нужны, для вашего поделия нужны, какие нет. Так что вы? Говорите PIP. Говорите PIPу, допустим, все очень, я не знаю, в прошлый раз мы искали этот самый, Лори Мипсен. Выясняется, что, помните, что такое Лори Мипсен, это псевдо-латинский текст, генератор бессмысленных текстов псевдо-латинских. Обратите внимание, сколько имеет отношение сколько питонных модулей, примерно одинаково называющихся, примерно одинаково описанных, делают эту штуку. Я, честно, не помню, какая из них правильная. Кажется, вот это. Вот. Вы говорите буквально следующее. PIP3 стал Pylorium, только если это Linux, то, скорее всего, вам придется поставить еще минус-минус юзер, чтобы PIP не пытался поставить скачиваемый модуль прямо к модулям питона в операционную систему. Обычно Linux пользователю это не разрешено. А вот куда поставить минус-минус юзер, мы сейчас увидим. Окей, сейчас не увидим, но я вам расскажу все равно. Значит, сейчас попробую вот так сделать. вот так вот с вами уже глядели в эту переменную. Переменная CISPath содержит список каталогов, где могут быть питонный модуль. Когда вы говорите импорт, импорт залезает в каждый из этих каталогов на предмет того, нет ли там нужного вам питонного модуля, причем если он найдет в том каталоге, в котором он его нашел, в том каталоге он его и будет использовать. Если их два, победит первый. Обратите внимание на то, что в начале CISPath всегда идет пустая строка. Это значит, что если у вас в текущем каталоге, в том каталоге, в котором лежит сама программа, которую вы запускаете, в данном случае никакая, в данном случае это просто домашний каталог или скрипт именно оттуда в текущий каталог или каталог со скриптом. Обратите также внимание на вот это. Я, кажется, об этом говорил в прошлом семестве. Python может ходить по zip-архивам прямо как по каталогам, там внутри могут лежать в количестве разнообразные модули. На этом в частности основано распространение питонных программ как zip-архивов. Вы можете запустить зазипованный бинарник, зазипованный питоний код, в котором есть нужная вам программа, которая называется May. Я в этом поговорю в середине семестра. И все модули тоже в одном zip. Этот zip распространяется. Довольно нормальный такой способ. Если погулять по этому самому, мы наконец увидим вот такую штуку. Это и есть то самое место, где у пользователя в Linux ставится питонский пакет. в винде примерно и так же кстати. Вы можете сказать минус-минус юзер и к вам прилезет в домашний каталог. Потому что далеко не всегда можно в винде хорошо настроен что-то поставить с правами администратора. Я давно уже не встречал хорошо настроенные винды, но наверное так можно. Ну то есть нет, правда, мы когда что-то с виндой делаем, мы всегда говорим сделать это с правами администратора. Что это такое? Это ваш домашний каталог. Пускай слово Python вас не смущает, это просто имя пользователя для чтения лекций по Python. заведен значит в подкаталоге Local Lib Python 3 есть подкаталог Site Packages и вот в этот Site Packages уже что-то такое ставится. Кстати, сколько там всего лежит, интересно мне знать. Наверняка там уже я понаставил всякой ерунды. Да, я понаставил туда всякой ерунды. Дует часто. Да, дует, сильно дует. Вот, значит, соответственно, после того, как мы это сделали, мы можем вполне сказать импорт, как он там, пылорим или как он там? Там есть еще и лорим самоказатель. Уже установлен. Да, кстати, работает он или нет, неизвестно. Работает. Я, например, использовал где-то. А, на прошлой лекции? Нет, на ISO. На ISO? Сейчас, а где я не вижу вообще? А вот пылорим есть отдельно, да? И врево и врево есть влорим и врево. Кто-то из них работает. Я помню, что кто-то из них не работает. Вот это, кажется, так называется, то, что мы поставили. Может быть, не так. Да, блин. А как же он? Ну, нет, погодите, а как он назывался? Тире, не подчеркивай, не подчеркивай. Да, точно. Точно. Нет, так не может быть. Так можно и не будет? Нет, так не может быть. Это, это прямые условия, ну. Ну, блин. Ну, чё это я? А можно доп-тар написать и потом смотреть, что он предложит? Там же есть комплит. Нет, там комплит по модулюм нет. Интересно, куда он вообще встал? Вроде это он, один-два. А в кавычке нет. Сейчас, а может, это он и есть? Нет, там нет в кавычке. Какие модули? В кавычке. Слушайте, а может, это он и есть? я вот... и морд. И морд. Не исключено? Ерм. Ничего страшного, это шлавливые ручинки. Так. Там Нипсон. Нет. Нормально? Нормально. Всё, всё, хорошо. Что там нужно? Деньги. А количество? Вадим. Кто-то не написал помолчание. Нет, давайте посмотрим, что он скажет. Max Char. No. Ну, то есть, если написать 100, то, наверное, стоит 107. Не-не, у него какой-то фильтр не работает. Да-е-е. Опять бай. Ну, начинается. хотел привести пример, не привёрт пример. Кстати, это он, да? Может, не работает? Может, не работает? Вполне возможно. Сейчас. А вот, давайте посмотрим, вот что. Он устал. Это точно был он? Это был он. Как видите, он так и назывался. Ну, короче, похоже, я не смогу привести этот пример. потому что он... Хотя, слушайте, давайте сюда заглянем. Сейчас. Я, кажется, знаю, что надо делать. Не, не хочет. Ну, не знаю тогда. Давайте, давайте, для чистки совести заглянем мугунир. Вот. Там есть только экшен. Ух ты, у него просто пробит гвоздями. Короче, да. Непонятно, почему он не работает. Ну, и фиксит. В конце концов, не так интересно этот самый лорин. Возможно, нужно брать другого. Идея стоит в следующем. Что вы в какой-то момент занимаетесь поиском по пресловутому пресловутому ПП. Вот. Потом ставите соответствующий пакет, тестируете его, вот как в случае с LORMAPS вам было. Ну, кстати, давайте попробуем новый какой-нибудь. Если вдруг получится. Вот. Если вам он не нравится, говорите, мне этот не нравится. Yes. Обратите внимание, что, к сожалению, питоновский пакетный менеджер вам не линуксовый пакетный менеджер. И удалять то, что было поставлено только по зависимостям, он не будет. Вам придется это делать руками. То есть у вас с каждым пакетом приезжает список зависимостей, которые, возможно, эту штуку поставить вместе с собой. ну вот, да. А кэш он очистит? Кэш оно чистит, но именно свой собственный только. Вот видите, вот это. Там же вы помните, как кэши теперь устроены в питании? Они же теперь вот так вот устроены. Смотрите. при комп... Ой. Ой. Во! Соответственно, когда вы удаляете этот каталог, удаляется кэши. Вот. Давайте попробуем другой поставить. Вот есть какой-то просто ловим. Вот. Значит, при этом что происходит? При этом... Ну, понятно. Его нету. Хорошо. Вот. При этом вы фактически ставите все пакеты в одну кучу. Вот. Поэтому... 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 Разобраться... Ну, вот, другое дело. Вот это был правильный. Поэтому разобраться в том, как... Что потом вам понадобится, что не понадобится, да, довольно трудно. Вот. Хотя, повторяю, это вот ровно так вы берете, как бы на бумажке записываете, потом складываете. Если вы к тому же еще и не одну программу разрабатываете, то вам, скорее всего, понадобятся отдельные наборы модулей для каждого из ваших проектов. Более того, если это какие-то серьезные продакшн работы, может так случиться, что для двух разных проектов вам нужен один и тот же модуль разных версий. Такое бывает. Взял обстрим и там нахакал новую версию, где все поменял, API поменял. А у вас сайтик на этом крутится. Что делать? Вот. Здесь нам приходит на помощь штук, которые называются виртуальное окружение, но виртуальным оно ни разу не является, изоляции никакой не делает. Единственное, что делает виртуальное окружение в питоне, это меняет путь. Вот тот самый CISPAD. Выглядит примерно так. вот оно называется Венов. И дальше вы говорите какой-нибудь каталог. Что в этом происходит? Создается каталог под названием MyProsh. В нем давайте лучше сначала так. В этом каталоге образуется каталог BIN, LIB, в некоторых случаях LIB64, потому что архитектурная зависимость, настроечный файл и какой-то include. Давайте сюда зайдем, посмотрим, что у нас лежит в LIB. в LIB лежит у нас Python 3 сайт packages и там лежат 4 пакета 3 PIP 2 и setup tools. Ну еще easy install, но easy install это простой такой скрипт. Вот. Что у нас лежит в BIN? В BIN у нас лежит Python, причем он не лежит, видите, это просто, давайте я покажу, это не так. Это просто символная ссылка на тот Python, который у вас есть в системе. Да? Вот. Скрипты из install и скрипт PIP. Все. Нумера в конце это просто, ну, для простоты нумерации. А еще там есть скрипты, которые называются Activate и это очень полезная штука для того, чтобы начать работать с соответствующим окружением. Так, я все показал, да? Лип include, а что include, я не знаю. Там нет ничего. Там появятся, наверное, какие-то куски исходников Python на C, если вдруг вам понадобится ставить туда модули Python, которые написаны не на Python, а на C. Я думаю, что так. Так вот, в числе прочего создается файлики под названием Activate. От того, что они, некоторые из них заканчиваются на C, а другие на Fish, люди, которые более-менее знакомы с Linux, у них должно возникнуть подозрение, что это скрипты на трех разных видов Shell. Так оно и есть. Если мы выдадим команду source или вот так вот bin даже нет, смотрите, давайте мы сделаем интереснее. Вот так вот сделаем. Myprosh сейчас только не так, вот так. Myprosh bin Activate Обратите внимание, что эта программа модифицировала подсказку со словами «Знаете, вы как бы используете Myprosh». И если вы сейчас запустите Python, просто Python, она еще модифицировала path самого Shell, и если вы запустите просто Python, запустится вот этот Python, не 2,7, а 3,7, в данном случае 3,7, причем ровно тот, ссылка на который лежит у вас в хотел показать пальцем, ссылка на которую лежит у вас в соответствующем окружении. И более того, CIS-PAS будет выглядеть вот так. Обратите внимание, что если вы создаете венф по умолчанию, то системные пакеты, которые лежат вот здесь например, бинарные, или вот здесь они будут использоваться вашим Python, то есть тот дистрибутив Python, который стоит у вас на машине, будет использоваться. А все дополнительные пакеты, которые лежали где-то там сайт пакеты. Использоваться не будут. А в качестве места для хранения дополнительных пакетов будет использоваться вот этот вот каталог. Вот. Ну и вот этот. Соответственно, поскольку они тут на самом деле одно и то же, то и здесь это одно и то же. Вот. То есть, настраивая венф, вы как бы организуете себе действительности ни разу не изолированные, ни разу не виртуальное окружение, но окружение, в котором лишние Python и пакеты не мешают. например, нету его, потому что он лежит не там. Вот. Соответственно, PIP, запущенный после того, как вы сказали, Activate, это тоже вот этот вот PIP, он же PIP3. И установка, тут даже ключ-юзер не нужен. О, боже. Зачем я сказал рандом? О! Интересно, хочу. Никогда не смотрел на это. Обратите внимание, что она зараза затащила, затащила, я ставил один пакет, она затащила раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Давайте посмотрим. Я поставил пакет, который называется Random Word. Она говорит пакет с названием НОС. Окей. Пакет с названием Реквестс. Ну, такой, кстати, у меня в системе был, кажется. А, не было, но можно было поставить. Урли 3, который уходится Chardet, Certify и DNA. Похоже, он за этими словами куда-то в интернет полезет. Интересно, интересно. Как там мы его назвали? А как он, кстати, назвался-то в результате? у Random Word. Я, честно, не помню. Если кто знает ответ на этот вопрос, как называется пакет, который назвался вот так. Как это из командной строки проверить? Я посмотреть-то могу, но вот как-то проверить, я не знаю. Забыл. Возможно, никак. если кто-то сейчас скажет, будет очень неплохо. еще. Ага, спасибо. Random Word он называется, да? Ну, окей. тоже нет. Почему никто не пишет примерчика? Ну, хорошо. пип-шоу. Ой. Может, пип-шоу какой-нибудь? Я думаю, что пип-шоу, пип-шоу, а, кстати, может быть. Слово пип-шоу, конечно, выглядит смешно. Да, и он дальше пип-шоу, дальше нужно им пакета, и дальше он выдаст всю информацию, о которой было. Угу. О, и что дальше? Слово дня. Судя по задержке, он действительно сходил куда-то в гугл. Какое слово дня? Ультрафизикал. Это рандом, а слово дня? А, World of the Day. Сейчас не будет вы какой-нибудь. Кто? Нет, это просто World of the Day. Архи-лоу-в. То есть, оно еще возвращает. Ну, он вернул какой-то словарик с описанием, да? Словарик. The return which one has been treated in the inn or time of something. Вау! Да, вы меня поняли. Ну, прикольно, что сказать. Обратите внимание, что все эти модули встали в А, кстати, нам нужно только ЛИП. Все эти модули встали в текущее окружение. Да? Если вы вознамерились пользоваться этим самым рандемвордом в своем приложении, скорее всего, все эти модули вам понадобятся. Такая вот удобная штука. Не забывайся, только это ощущается. Это что касается Венва. Большие редакторы типа всяких там как он называется по-чармов, линго-де и прочие ерундистики поддерживают естественно Венв. Правда, некоторые из них все еще старорежимные и они вместо Венва используют Virtual Lens. Virtual Lens это сторонний модуль, не входящий в состав Питона. Венв прямо в дистрибутиве Питона есть. Он чуть более крутой, там больше фич у него у Virtual Lens. Буквально на днях мы его тут отлаживали у нас в Альте, там ошибочка проехала. В 3.6 Питоне не работает. В 3.8 Питоне не работает. Вот. Значит, возможно, его придется поставить для того, чтобы пользоваться. Значит, обратите также внимание на то, что я сейчас уже не могу выйти. После того, как Activate, скрипта где Activate нету. Вот. Нам придется просто закрыть окошечко и открыть новое, чтобы, значит, да. Ну, потому что, смотрите, когда я сказал Source или там точка, да, у меня просто у текущего Шелла переопределились пас, подсказка, вот это все. Если соус на ваших сипе писать, который в домашнем кушке пишет? Нет. Ну, в общем, вот. Ну, понятно, что другое окошечко вполне себе, вполне себе безопасно. О, это, я помню, мы читали, я читал в прошлом году Oscars по архитектуре с этой машины. Ага. Значит, так давайте посмотрим в шпаргалочку нашу. Че, не в этом. Что, что еще можно рассказать про... Ой, я же его сохранил. Похоже, нет. Сейчас мне скажут, что я уже его редактирую. Ну, ладно. Давайте посмотрим, посмотрим предыдущий. Это, это, это план занятий прошлом году. Так, так, так. Все рассказал, кстати. А я больше в прошлый раз ничего и не успел. Окей. у нас еще довольно много времени. Давайте мы тогда чего? Здесь есть кто-то, кроме 321 группы в количестве. Вы были в прошлом году, а, вы не были. Значит, насколько вы знакомы с системой контроля версии ГИД? По машине ручками, отлично. То есть, конечно, не хорошо, что с ней не знакомы, но, теперь я знаю, чем я займусь в оставшемся 15 минут. Остальные страдайте и терпите. Да. Да, нас смотрят люди в интернетах. Я же сказал, остальные страдайте. Значит, поскольку мы так или иначе, курс у нас посвящен разработке совместной, мы должны как-то на этот счет я обязан что-то такое рассказать, несмотря на то, что в прошлом году мы это все делали. Но в прошлом году у нас не было лекции на эту тему. Лекция на эту тему маленькая. Когда деревья были маленькими, а компьютеры большими, никто не заморачивался системой контроля версий. Люди писали программы, эти программы, значит, они их писали годами, добавляя туда по нескольку ключевых слов в неделю. обменивались и главное все это в памяти держали. Потому что когда ваша программа состоит из 30 строк и 31 строчку вы за месяц дописываете туда, то это легко держать в памяти. А каждый день ее перечитывать. Я утрирую, конечно. Кроме того, совместная разработка в отсутствии информационной связности, в отсутствии этих ваших интернетов выдвинул немножко более простым, как это не смешно делом. В том смысле, что вы не рассчитывали на то, что с вами будет кто-то взаимодействовать, когда вы пишете код. И ваша задача была выпустить какой-то релиз, то есть сделать работающую программу более или менее. Описать, в чем она работает, в чем она не работает и какие у вас планы в дальнейшем. После чего люди там приезжали на конференции, у них, значит, были такие ленточки магнитные, они обменились этими ленточками, ну а как еще в отсутствии интернета? Получив эти ленточки на руки, их коллеги с другого уголка земного шара распаковывали у себя на машине, видели исходный код очередной версии, версия уже была проставлена, версия релиза уже была проставлена. И дальше они, значит, как-то вносили свои изменения, а потом, возможно, с помощью электронной почты, еще не интернетной, а через UTCP или что-нибудь такое экзотически древнее, обменились информацией, или, может быть, обычной почтой, обменились информацией о том, как именно они модифицируют вот этот код. Вот. В какой-то момент возникла необходимость как минимум держать под контролем ситуацию, когда у вас несколько человек разработают над одним и тем же программным продуктом и фактически делают разные версии одного и того. Вот. Пришло в голову каждому файлу в проекте, особенно если он большой, к нему приделать некоторую версию, и даже если вы свои файлы храните на файла помойки, на ленточке, на дискете, высенщенном в камне, неважно где, но в каждом файле есть его номер версии, при попытке использовать или модифицировать слишком старую версию, да, вы, по крайней мере, это увидите. Вот у вас есть 2-2 экземпляра исходников, да, в комментариях в начале каждого файла стоит номер версии, и этот номер версии, он как бы только увеличивается. Вот. Такая система контроля версий получила название RCS, она одна из самых древних, настолько древняя, что Википедия не сразу мне показывает А, нет, вот. Обратите также внимание на то, что возникло это достаточно развесистая, вот, в 85-м году, достаточно развесистая система в сообществе, заводного софта, которое называется ГНУ, одно из самых больших, и, собственно, проект ГНУ, тот упомянутый нынче дичь, столбом его основатель, вот, и одно время, значит, участие в ГНУ, это как бы по определению означало принадлежность международного хакерства, вот. Собственно, это была свободная альтернатива штуке, которая называлась SCCS, Source Code Control System, разрабатываемая программисткой компанией еще там, с древнейших времен, допотопно. Вот. Я пытаюсь понять, где бы мне найти исходник, в котором эта штука есть. Сейчас попробую вот так сказать. Ой, сам лично Вики. О! Вы в своем коде пишите вот такую штуку, а RCS туда вставляет актуальную версию, когда вы говорите зарелизить, и актуальный лог, который он вас спрашивает. И когда вы формируете зарелизнутый код, туда вставляется нужное значение. Все. То есть первоначальная система контроля версии была не про хранение, а про маркировку исходников и, возможно, отслеживание, наследование одного от другого. Все. Следующий шаг, разумеется, был сделан в сторону хранения, а именно, давайте, можно лезть, в Википедию можно не лезть, потому что следующий шаг назывался CVS. Опять-таки, штука настолько старая, что меня посылают сначала в какой-то фармасе. давайте мы лучше, так мы не найдем, лучше отсюда посмотреть. Тут должно быть, тут должно быть SEO-с какой-нибудь. Правда же? Ну, правда же, должно быть. Нет? Нет? Нет. Можно пойти вот сюда. Вот тут, но точно в SEO-с. нет, это не CVS. Мне нужен номер CVS. Почему нет CVS? Вы что, ребята? Все, забыли, как страшный грех стыдный. Это неправильно. Ну, не гид наши лежат. Все есть, а CVS нет. Почему нет CVS? Боже, че-то. Было? Там CVS был. О, вот. Вот. Нет, это тип. Нет, это вторая строчка была, та самая, по-моему. Где? Вот это? Это, да. Собственно, о, да, спасибо. Не просто найти. А русский есть? Зачем он русский? Русский. Еще, еще, молдавский еще спросите. Вот. Есть русский, конечно. Но вот читайте лучше. Такие тексты надо читать на английском. однозначно. Особенно русскую кипеть. Она полна удивительной терминологии русской жители. Вот. Вы действительно будете удивлены, когда будете это читать на русском. Вот. А на английском вся терминология более-менее одинаковая. Вот. Ну вот. Значит, обратите внимание, что CVS, это не только про маркировку исходных кодов, но еще и про хранение их на централизованном сервере. То есть, эта штука, заточенная под совместную разработку исходного кода, под которым есть определенная дисциплина того, как люди что-то делают у себя на машине, и по каким правилам они потом это заталкивают в центральный хранилищ. Вот. Что вы делаете? Вы, приходя на работу, синхронизируете вашу локальную рабочую копию файлов с общим хранилищем, делаете check-out. Вот. Модифицируете что-то и отправляете обратно, то есть, делаете commit. Commit при этом это помещение сделанных вами изменений в исходный код в общем деле вам, и он сопровождается сообщением, которое называется commit message. То есть, вы не просто вносите изменений в исходный код, вы еще и сопровождаете его комментарием, что, какую задачу вы решили, и что именно вы там исправили. Commit message. Вот. Соответственно, каждый раз, когда кто-то изменяет исходный код, у него увеличивается ревизия, то бишь версия файла, каждый раз, когда вы меняете, у вас увеличивается ревизия, и стало быть, таким образом, какое-то состояние исходного кода с какими-то файлами, кем-то когда-то помененными, вот все это множество с файлами определенных ревизий, и есть некоторое состояние исходного кода на момент, когда его редакция. Файл такой, ревизий такой, фаза секует, ревизий такой. Я думаю, что можно найти какой-нибудь еще действующий CWS app, чтобы посмотреть, как выглядит онлайн-драгстор. Как выглядит исходник CWS? Ну, они боюсь, что не увижу. так, не здесь, значит. Ну, он и начинается. Это вообще не туда, это я пришел в уязвимость. Короче, могу и не найти. Еще недавно, там, несколько лет назад, можно было найти работающий CWS-сервер, посмотреть, как выглядит, как выглядит, собственно, дерево, дерево файлов на CWS, но, видимо, пришла ей пора уходить. Вот. Главным недостатком CWS был его неудобство в использовании. Любой человек, не соблюдая дисциплину оформления и дисциплину коммитов, мог испортить, как минимум, свое рабочее каталог, то есть свое дерево исходных файлов, и потом как-то с этим мучиться. А если ему даны какие-то расширенные права, еще и общий дерево тоже испортится. Поэтому довольно частой практикой было все время бэкапить эти самые, делать несколько бэкап-снимков этого самого CWS дерева, чтобы, не дай бог, что-то не поломкнулось. Вот. На смену CWS пришел не менее пафосный, я даже сказал более пафосный проект, который называется SVR. Сейчас найдем. на букву «Сы», только не здесь. Ну ладно вам. «Сов-Фьетнам». 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 В том смысле, что идеологию архитектурную он наследовал ЦВС. Более того, синтаксис многих команд наследовал ЦВС и, в принципе, переходить на SVN после ЦВС было нормально, даже очень хорошо, потому что как раз вот этих неудобств при работе с репозиторием в случае SVN нет. и довольно много проектов на него перешло и очень долго его использовало. В общем, и по сей день SVN используется во многих-многих сообществах. Особенно не в сообществах, особенно когда у вас разработка сосредоточена в одном месте. Сейчас давайте посмотрим историю, кто ее придумал. Вот. Ну вот, как видите, ровно это. ЦВС на стероке. Удобный ЦВС на стероке. Разрабатывалось сразу как свободное. И, в общем, свою роль выполнял. Значит, еще раз, у нас есть централизованный репозиторий, у нас есть пользователь этой репозиторией, у нас есть, кстати, права у этих пользователей, которые в некоторой части его, например, могут писать, а в некоторые не могут, а некоторые, может, даже и читать не могут. Вот. У нас есть понятие синхронизации с репозиторием и понятие commit, когда вы вносите изменения. ну, тут много всего интересного. Главное, да, значит, еще со времен ЦВС было введено понятие ветка. Ветка это ситуация, когда вы введете более одной разработки на базе одного и того же исходного кода. Ну, например, одна группа меняет одну фичу, а вторая группа меняет другую фичу. А потом вам нужно внезапно объединить результаты этих разработок. То есть, вот у вас они разошлись, а потом их нужно обратно слить. Вот. Очень удобно, если история таких commit и место, откуда каждая группа, с которым каждая группа синхронизируется, это разные места. Тем самым, мы говорим, мы делаем ветку от исходного кода, и это, скажем, для разработки, улучшения графического интерфейса, а это, скажем, для доработки какой-то новой фичи, а потом сливать. Понятие мерш, слияние двух веток, это довольно сложная штука, потому что почти наверняка, если разработка велась достаточно активно, были затронуты одни и те же файлы исходного текста и вполне возможно одни и те же мысли. Вот в этом случае как бы безболезненно, слить эти изменения нельзя, надо туда глядеть, применять мозг. Мы это, кстати, будем делать, весьма на практике. Опять. Вот. Ничего страшного. я думаю, что это повторение мать-учение вот это все. Значит, что я хотел сказать про эту ветку и забыл. Сейчас вспомню. Ветка. не менее популярная ситуация это ситуация, когда у вас есть, допустим, три направления разработки, вернее так, в вашем продукте есть три стадии разработки. Это дипломент эксплуатации, это тестирование и это девелопмент. То есть самая свежая версия находится в девелопменте, бета-версия находится в тестировании, а забелинутая версия находится уже в эксплуатации. Понятное дело, что в процессе эксплуатации возникают какие-то ошибки. Их надо непосредственно вносить в ту ветку исходного кода, который ответствует эксплуатации и это очень-очень серьезное дело, потому что тем самым вы меняете функциональность уже работающего проекта. Понятное дело, что эти же изменения на самом деле надо доносить и до тех людей, которые, допустим, разрабатывают следующую версию для девелопмента. Такое же отношение с тестированием. У вас пошла какая-то какая-то версия вашего продукта в тестировании, вы в это время продолжаете разрабатывать, но тестером вам приходит обратная связь. Ну и понятно, докидывание в основную в девелопмент ветку тех изменений, которые произошли нужно произойти, которые произошли по результатам тестирования и выявленных ошибок в эксплуатацию, это тоже нормальное дело, но понятное дело, что вы не можете при этом тот же самый код, который эксплуатируется, его и менять, потому что любая разработка в несение большого количества ошибок. Но вы должны всасывать в дерево разработки те изменения, которые произошли на более серьезных этапах жизненного цикла продукта. в чем главный недостаток и на этом я закончу сегодняшний разговор, в чем главный недостаток централизованной системы контроля версий. Централизованная система контроля версий устроена таким образом, что все люди, которые вносят свои изменения в исходный код, работают с одной и той же с одним и тем же экземпляром исходного кода, условно говоря, с этим сервером, возможно, каждый в своей ветке. И тут возникает проблема отчасти неразрешимой. Если, допустим, вы точно знаете, что вы работаете над одной группой файлов, а ваш товарищ работает над другой группой файлов, и вы никогда с ним не будете конфликтовать по файлу, то вам, наверное, можно разрешить коммитить все в в одно и то же дерево, в одно и то же верно. То есть вы все работаете с одним и тем же сходным кодом. Проблема начинается тогда, когда вас не двое, а, скажем, 50. Если у вас 50 человек, и вы что-то коммитите, вы должны каким-то образом всех оставшихся 49 товарищам сообщить о том, что на сервере произошли изменения. Понятное дело, что если вы заранее договорились и никаких и то, что те изменения, которые вы внесли, ваших товарищей не затрагивают, то все хорошо. Но бог его знает, мы же не можем, это зависит от того, договорились мы или нет. Технически это проверить невозможно. Также технически невозможно как-то внезапно задним числом, пока ваш товарищ программирует, внезапно обновить у него файл бумажей. То есть работа с одной и той же причем с одним и тем же деревом исходных текстов навязывает следующий, на мой взгляд, достаточно неправильный алгоритм вот этой самой совместной разработки. Вы с утра приходите, садитесь на рабочее место и делаете синхронизацию с общим деревом, потому что за ночь может быть кто-то что-то находит. Делайте чек-аут. Дальше весь день кодите. В какой-то момент останавливаетесь и делайте коммит. В этом коммите вы описываете все, что вы сделали с кодом за сегодня, все, что вы не доделали и в таком виде это отправляете в общий дерево, потому что мало ли что, после вас придут люди, они будут делать дальше, если вы сейчас свои изменения не опубликуете, то вот этот разрыв будет все больше и больше, а чем больше разрыв, тем сложнее последующий мир. Проблема начинается тогда, когда люди приходят и втягивают вот эти ваши изменения, которых, во-первых, много, и во-вторых, но они приехали с таким запозданием. Вот. в процессе развития информационной связности нашего программистского пространства стала, во-первых, очень остро стала необходимость вести параллельную разработку во всех местах земного шара, в том числе таким образом, что люди друг с другом вообще никогда не видят. они только переписываются, там, условно говоря, по почте и взаимодействуют через код. Возникла необходимость сделать более гибким вот этот процесс совместной работы над одним и тем же деревом, и выяснилось, что есть как бы три разных вида работы, которые бы очень неплохо разделить. Первый вид работы это, собственно, дохакивание. Когда вы берете исходный код, что-то с ним делаете и добиваетесь того, чтобы та задача, которая на вас была возложена по исправлению исходного кода была решена. Вторая работа это помещение две оставшихся работы, я сказал три, помещение вот этого исходного кода в общий репозиторий. Прежде чем его помещать в общий репозиторий, этот код должен быть вычитан каким-то человеком, который отвечает за качество кода. Возможно от reviewing, то есть возможно вам еще стоит среагировать на замечание этого самого ревьюера. Короче говоря, то, что вы сделали должно быть доведено до некоторого хотя бы условного совершенства. Это вторая работа. И третья работа в тот момент, когда вы помещаете этот исходный код обратно в репозиторий, может так случиться, что те коды, которые вы поменяли, к сожалению, поменялись и кроме вас над ними работали еще люди. То есть третья работа это мерш. Ситуация, когда вы сливаете результаты работы над одним и тем же местом в одном и том же файле нескольких людей. Так вот, практика показала, что для этих трех работ нужен достаточно разный уровень грамотности и опыта. Программировать на C может не то, чтобы карта, но, скажем так, написать неправильную программу на C может даже обезьян. не работающую, не компилирующуюся. Написать правильную программу на C в общем может почти любой, кто представляет, что такое программирование, что такое язык. Написать программу на C, которая соответствует какому-то корпоративному или принятому какому-то комьюнити кодин-стайл, может любой, но любой может что-то забыть и любой может допустить ошибку. Поэтому должен прийти человек, который умеет читать и хорошенько это по-ревьюить. Мержить код в большой проект должен человек, который хорошо себе представляет для чего, как, какой кусок кода в этом проекте предназначен. То есть, грубо говоря, там, чиф-программер, ну, кто-то такой. Разные разные скиллы требуются от людей, которые занимаются этими работами. В результате я заканчиваю. Было изобретено понятие распределенной системы контроля версий. Сейчас найду Distributed Version Control Systems. Вот. Возникло понятие распределенной системы контроля версий. Видите, их тоже немало. Вот. Которая вместо технологии все сваливаем в одну кучу, используют технологию каждый, публикует свой репозиторий, а тот, кому это нужно, занимается межем этих публикаций. То есть, когда вы работаете с распределенной системой контроля версии, например, с Git-ом, вот, или с чем-то, что тут написано, тут вот они все примерно такие, вот, у вас есть три понятия. Есть понятие рабочая копия, это те файлы, с которыми работаете. Есть понятие ваш публичный репозиторий, это то, куда вы публикуете результат вашей работы. Никто не отменял при этом ветки, то есть, вы можете, например, делать часть изменений, допустим, в девелопнут версии, а часть изменений в тестируемой версии, потому что вы разработчик, и вас туда и туда позволит. Вот. Но, это тот код, который только вы написали, он еще не отревьюлен, и тем более, он не попал в исходное дерево, грубо говоря, в релиз. Вы программируете, публикуете изменения, программируете, публикуете изменения. В какой-то момент приходит тот самый человек, который делает ревью, он смотрит все ваши изменения, делает какие-то замечания, если они есть, или добрые советы дает. Вот. И потом приходит человек, который собирает из вашего кода, кода вашего товарища, еще там сотен других людей, финальную версию путем мерши. Вот этот человек должен быть мегаопытный, он должен хорошо понимать, что происходит, он должен хорошо реагировать на ситуацию, когда происходит какой-то конфликт, изменение в одном и том же месте. Вот это все. Итак, третья сущность, которая у вас есть, это тот самый Prejudice Source, до которого вы уже доступа не имеете. Туда вы не запихиваете, а человек, который отвечает за вот это релизное дерево, у вас забирает. Тут возникает вопрос, как организовать информационное взаимодействие, как попросить этого товарища, я сделал, забери, пожалуйста, но это отдельная тема, она решается, например, в рамках того же GitLab'а или того же GitHub'а специальными штуками, которые называются Pull Request. А в GitLab'е почему-то называется не Pull Request, а какой-то другой Request. Что-то не Push Request, самое смешное. И внезапно оказывается, что при такой организации труда, когда у вас распределенная система контроля версий и распределенные точки для публикации, вот эта глупая, на мой взгляд, неудобная система один день, один commit превращается в систему одной изменения один commit. Каждый раз, когда вы решаете какую-то подзадачу по модификации кода, вы совершенно свободно оформляете тут же commit, пишете в commit международную какую конкретно одну задачу вы решили и публикуете у себя в репозитории это изменение. Человек, который будет межить этот код, будет счастлив увидеть вместо одного большого коммита, который лезет во все файлы и делает все. 12 маленьких, каждый из которых решает ровно одну задачу и на этот счет модифицирует очень ограниченное количество почему это возможно после введения именно распределенной системы контроля версии. Потому что мерш это не ваше дело, не вы занимаетесь мершем. Вы занимаетесь только решением задачи. Если вы при этом соблюдаете какое-то дисциплину оформление коммитов, если вы толково пишете commit message, если вы не сваливаете все изменения в одну кучу такого рода изменения очень хорошо идут. Ну, например, из ваших 12 10 не будут ни с кем конфликтовать. А 2 будут. Но эти 2 будут отдельно на отдельную тему и там всегда будет понятно какое изменение вы сделали, зачем. А если непонятно, то в commit message вы напишите зачем. Эта схема себя оправдала настолько, что даже очень большие проекты, например, Linux ядро пишется ровно так. Там, по-моему, три уровня. есть отдельные коммитеры, есть отвечающие за подсистемы конкретные, есть отвечающие за большие подсистемы, есть Linux, который все межит и читает. Он до сих пор этим занимается, сейчас ГРАПТом занимается. Ну, короче, вот Титан. Вот. Чтобы закончить эту тему и сделать задел на практикум, скажу, что соответствующие я же сказал, что соответствующие свои приехали. Соответствующий аккаунт в гид-репозиторе находится гид лаб. Нет, гид, не гид лаб. Гид ЦСМСУРу кажется так. Да. Вот. Значит, вот если вы скажете вот здесь вот практикум влдап, то сюда вы пишете свой студенческий логин, сюда свой студенческий пароль и получаете вполне себе рабочий гид лаб аккаунт на нашем факультетском сяле. Вот. Соответственно, практикум у вас будет, видимо, по этой штуке. Что? Вы можете написать заявление? Нет. Тогда не можете. А может, я просто Данил напишу? Что? Можно просто Данил написать? Можно просто лично Данил написать, да. Такие дела. Вопросы? Потому что я чувствую, все уже сварились слегка, вот. Тут первые ряды уже разговаривают друг с другом на разные темы. Вопросы есть какие? А, вопрос. Да. По поводу лицензии, вот, которая та самая пахальная, вот, 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 агрессивная или как? Нет, ГПЛ это капелефтная лицензия. ВТФПЛ? ВТФПЛ? Которая до чего-то? Она даже не свободна. В том смысле, что вы не... Давайте посмотрим, это интересно. А чем она тогда от отсутствия лицензии отличается? Ничем. Просто нет, отсутствие лицензии означает то, что если кто-то сделал, то он может подать и сделать свои программы собственные, ты не можешь ее... Нет, не означает. Значит, отсутствие лицензии в каждом отдельном государстве означает очень раз. Вот именно. Если у вас в государстве есть понятие Fair Use, то отсутствие лицензии означает, что то, что результат вашей работы попадает под понятие Fair Use. Где-то это означает возможность бесплатного использования, где-то это означает невозможность использования без контакта с автором. Везде по-разному. Так что старайтесь свой код оснащать лицензии. Сейчас, я собрал. Она кажется IC Approved. Да, это свободная лицензия. В ней нету. Значит, я спутал с какой-то другой. Есть свободная лицензия. Она примиссивная, разумеется. Понятное дело. То есть, там, понимаете как, насчет нее были всегда споры, а вот эта ругачка, она действительно означает, что вам все права предоставляют или нет? Уридической значимости глагол, используемый в этой лицензии, не имеет. Но, в принципе, да. То есть, поскольку есть некоторые куски кода и в особенности почему-то арта, которая распространяется в такой лицензии, она свободная и примиссивная. Вы можете, что хотите, то и делать. Что хотите, можете с ней делать. Еще вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok